Ситуация в зоне ответственности народной милиции Луганской Народной Республики обострилась. За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелом подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Логвинова, Лозовое, Желобок, Фрунзе, Калиновка, Калинова, Алмазная и Веселогоровка. При обстрелах противник применял минометы калибром 120-82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 348 мин и снарядов. В результате минометного обстрела, совершенного киевскими силовиками, получил ранение один военнослужащий Народной Милиции, который в настоящее время госпитализирован. Также в 4 утра, около 4 утра 11 марта, мощному обстрелу 152-мм артиллерии со стороны подконтрольной ВСУ Троицкая подвергся жилой массив Стаханово. 15 домов получили значительные повреждения. Перебит также газопровод. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Данный факт зафиксирован представителями совместного центра координации и контроля, а также представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Вместе с тем, украинская сторона продолжает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон. По данным, полученным нами из агентурных источников, в районе населенного пункта Новозвановка Попаснянского района вскрыто нахождение 7122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Также подразделения вооруженных сил Украины в зоне так называемой АТО активно ведут инженерные работы по оборудованию огневых позиций, капонировав для техники и блиндажей. В районе населенного пункта Боровское, это район Северодонецка, подтверждается размещение оборудованного в инженерном отношении сборного опорного пункта с находящейся в нем бронетехникой и зенитным пушечным ракетным комплексом Тунгуска.